О, а вот это, кстати, очень удобная штука. Ее еще допилить и прям... да. Привет! Почти все умные часы умеют мерить шаги, сердечный ритм и кислород в крови. Но! Амазфит GTR 3 Pro умеют мерить температуру тела. Ну, хотя не совсем температуру тела, они измеряют температуру объекта, к которому прислонены часы задней стороной больше 10 минут. При всем при этом температура окружающей среды тоже влияет на это, потому что она влияет на температуру корпуса и прочее. Поэтому пока не показывают точную температуру, пока идет с погрешностями. Там у меня температура 31-34 градуса, хотя я 36,6, но, по крайней мере, я на это надеюсь. Так что пока что эта функция именно вынесена куда-то на галерку, потому что она еще отрабатывается. Но! Когда она будет прям четко работать, я надеюсь, что она будет прям четко работать, будет прям круто. Согласись, бывают моменты, сидишь, думаешь, блин, что-то меня знобит, полюбался, что-то температура, по ходу дела я заболел. Потом ищешь градусник, меряешь температуру, 36,6. От себя еще хочу отметить очень крутой способ сопряжения. То есть я установил приложение, и тут сразу же все мои девайсы, которые подключены. И мне не нужно сбрасывать устройство, переподключать его еще к какому-то устройству. То есть я частенько меняю смартфоны, и это уже второй смартфон, который работает с этими часами. И получается, что мне не пришлось их сбрасывать. Вся статистика у меня здесь же и осталась. Все, что мне нужно было, это просто установить приложение на смартфон и подконнектиться к нему, и все. Так, ладно, хватит болтовни, перехожу к обзору. У часов классический дизайн. Они очень легкие. И вместе с ремешком весят всего 58 грамм. Все благодаря корпусу из алюминиевого сплава. Компания представила еще и бюджетные версии, и на мой взгляд, лично мне, импонирует больше GTS 3. Потому что у них квадратная форма, и такой форм-фактор, на мой взгляд, меньше ограничивает запястье. Потому что круглые, лично мне, немного давят. То тут, то там, плюс зима, куртки, кофты. У меня версия с, вроде как, кожаным ремешком. Хотя, ну, на ощупь, слишком легкий. Однако смотрится очень приятно, мне нравится. Ну и, если что, на Алиэкспресс куча других решений за приемлемые цены. Экран защищен каленым стеклом. И, учитывая, что у меня тут был переезд, плюс небольшой ремонт. Я постоянно что-то передвигал, что-то делал. Я уже чуть-чуть покоцал и экран, и корпус. И из-за этого мне немножко неловко, братишки, потому что я их разыграю. Чтобы принять участие, как обычно, многого не надо. Нужна подписочка, комментарий с контактом для связи, чтобы я мог с тобой связаться. И лайк, опционно. Ну, типа, желательно. Я не смогу проверить, поставил тебе лайк или нет. Но они мне нужны для продвижения. Поэтому, братишки, не скупись, мне нужны лайки. Я лайк и попрошайка. Справа на корпусе расположены микрофон и две кнопки. Верхняя отвечает за меню и переход назад. Нижняя по умолчанию открывает разделы тренировки. Но этот пункт можно изменить в настройках на любой другой. Вдобавок, верхняя кнопка дает возможность прокручивать списки. При этом чувствуется приятная вибрация. Нижнюю я тоже иногда кручу. Потому что она крутится, но ничего не происходит. То есть это просто вот так позалипать. Сзади тут контакты для зарядки и оптический датчик BioTracker 3.0. А также динамик. И он там неспроста. Потому что через них можно совершать звонки. Сейчас я это продемонстрирую. Вызываем самого себя. Вызов пошел. Вызов пришел. Алло. Что там? Что кого? Не звони мне, я занят. И касаемо уведомлений, тоже все работает без проблем. Из телеги, из ватсапа, отовсюду приходят. Вот как настроишь, там прям список целый. Прям выбираешь из каких приложений хочешь, чтобы тебе приходили уведомления. И они приходят на русском языке без проблем. Но раз уж я имею возможность принимать звонки и, собственно, совершать звонки, то было бы круто, если бы я мог записывать голосовые сообщения прям с часов и отправлять их. Или хотя бы прослушивать чужие голосовые сообщения. Но, к сожалению, здесь этого нет. Для корректной работы данных функций нужно устанавливать сторонние приложения, такие как Telegram и прочие. Эти часы, к сожалению, такого не предоставляют. Тут, конечно, есть свой магазин приложений, но это не то чтобы приложение, это больше магазин полезных функций. То есть ты можешь добавить себе сюда калькулятор, индекс массы тела, очистить зубы. Но нет привычных нам приложений, там, например, тот же самый Telegram установить, тот же самый WhatsApp установить или еще что-то. И вот это немножко настораживает, потому что, получается, платишь за часы 16 или 17 тысяч рублей, но при всем при этом не можешь установить какие-то сторонние приложения. То есть тебе разрешены только функции расширяющие, которые вот есть внутри операционной системы. Там своя операционная система, я чуть позже об этом расскажу. И получается, что даже вот на Apple Watch первого поколения, я уже год с ними хожу, скоро будет ролик об этом, я могу сюда установить приложение стороннее от компании Ajax, потому что я пользуюсь охранной системой Ajax. Или Lit Res, потому что я часто слушаю аудиокниги, я спокойно могу управлять здесь ими. То есть, ну, а здесь 16 тысяч, и нельзя. Экран здесь крутой. AMOLED дисплей с разрешением 480 на 480, с плотностью пикселей 331 ppi. Яркость здесь замечательная, до 1000 нит. А частота обновления экрана 60 герц. Причем, частота экрана здесь динамической, то бишь, она подстраивается. Если статичная картинка, то падает до минимума. Если начинаем скролить что-нибудь в меню листать, то она повышается до максимума, что, в свою очередь, позволяет экономить заряд. Ну, а сам дисплей, конечно же, бесспорно отличный. Причем, не каждый смартфон может таким похвастаться. Тут, кстати, есть интересная функция измерения одним касанием. То есть, здесь сразу и пульс, и уровень стресса, и уровень кислорода. Жалко, что температуру сюда не засунули. Ну, она просто еще пока не совсем корректно работает. Надеюсь, что допилят, и будет все равно, что градусник в попу совать. Так же все до сих пор меряют, да? Так, ладно. Если у меня были проблемы с измерением температуры, плюс, эти часы мерят на колбасе пульс и кислород в крови. Просто у меня почему-то айфон глюканул и это не записал. Давайте померяем на бананчике. Вот я уже несколько раз это сделал. И бананчику, на самом деле, показаться бы к врачу, потому что вот здесь вот, что-то такой черненький. Так, ну, какой у тебя пульс? Так, ну, 61. В принципе, бананчик в норме, за него можно не переживать. То есть все в порядке, у банана пульс вполне себе в норме. То есть 60 ударов. Хотя вот я не знаю, ребят, напишите в комментариях, нормально ли для банана пульс 61 удар в минуту. То есть мне кажется, может, у него другое строение, и у него не должно быть пульса. Но я предлагаю на этом не останавливаться. Вот банан, блин, начал ругать банан, у него пульс подскочил. Короче, я предлагаю на этом не останавливаться и замерить, какую насыщенность кислородом в банане, потому что я считаю, что нужно есть больше бананов, в них много кислорода. Это момент истины, не удалось. Ты плохо. На колбася тянет и нормально поймем. Все, 99% кислорода в банане. Ешьте больше бананов, будете здоровы, потому что они насыщены просто кислородом. Спасибо Амазфит за то, что дали мне возможность не только температуру тела банана определить, но и насыщенность кислорода. Кстати, вот давайте все-таки воспользуемся инструкцией Амазфит и замеряем температуру в нашем банане, потому что, ну, собственно, раз это функция как раз-таки для бананов, то вот в данный момент банан 20 градусов. 20 градусов у банана. У банана, блядь. 20 градусов. У меня температура в помещении 18 градусов. Банан нагревает мою комнату. Вот в чем дело. Банан нагревает мою комнату. Ну, и я лично сам не сравнивал их, то, как они считывают пульс на человеке. Не на банане, а на человеке. Но Илюха сравнивал, и он, у него выходил обзор тут на Apple Watch 7. И как раз-таки он там обмолвился о том, как на самом деле меряют Амазфит. У меня были GTR 3 Pro, которые вот мне давали потестить. Я их потестил, сказал, ребята, заберите, потому что они, как Саша сказал, часы дуны. Просто реально. Мы начали вот так вот сверяли, полная шляпа. Циферблатов тут море, аж 150 штук. Какие-то анимированные, какие-то можно редактировать на свой лад. Посмотреть их можно через приложение ZEP. Оно доступно как для iOS, так и для Android. Сами часы работают тоже под управлением ZEP OS. Это такая операционная система основана на энергоэффективной, многозадачной операционной системе реального времени. Или просто фри-ртос. Ртос. Фри-ртос. Итак, касательно работы этой самой операционной системы. Она немного странная, потому что вроде бы нормально работает, никаких проблем, ничего не подергивает. Но, например, если я хочу сменить циферблаты, то посмотри, как отрабатывает анимация. Такое ощущение, что она просто либо не прогружает, либо мощности не хватает, либо что вообще происходит, я не понимаю. То же самое, как и с циферблатами. Та же самая проблема есть с уведомлением, но там еще круче. Помимо того, что она иногда плохо срабатывает, то есть так же прокручиваешь, она кусками такая рваная и вся. Так помимо этого, бывает, что некоторые из уведомлений, вместо них просто черные квадратики. Я не смог это подснять, потому что это прям фантом какой-то. Я открываю, у меня половина уведомлений черные квадратики, то есть они не прогрузились. Я закрываю, открываю заново, все в порядке, они прогрузились. Иногда бывают проблемы с анимациями, то есть я хочу сделать боковой свайп, а при этом при всем он срабатывает, как будто бы верхняя шторка. После этого срабатывает, как будто я уведомление вызывал. То есть явно видно, что я делаю боковой свайп, он у меня считывается как вертикальный. И вот таких вот мелочей, их много, но они все как фантом. Они то работают, то не работают, то появляются, то исчезают. Но должен признать то, что компания работает над ошибками, выпускаются обновления, изменяются многие баги, потому что была проблема, там часть интерфейса всегда перекрывалась либо другим, либо было подрезано как-то не коряво. Вот. Но то, о чем я сейчас говорил, про то, как работает сама система, это все еще пока осталось. Но надеюсь, что в ближайшее время допилят. При свайпе сверху вниз открывается шторка с быстрыми настройками. Свайп снизу вверх открывает список уведомлений, а слева направо или справа налево открывается список виджетов. Активность, пульс, погода и так далее. Конечно же, здесь можно управлять музыкой и также закачать сюда музыку пару гигабайт. И слушать ее без смартфона, подключив наушники, потому что здесь даже есть мини-джек. Шутка. Здесь мини-джека нет. Алло. Каковы мини-джек? В часах? В 2021 году? Bluetooth. Bluetooth 5.0. Подключаем наушнички по Bluetooth, бегаем, радуемся жизни. А вот то, что здесь есть влагозащита до 5 атмосфер, это да. То есть в них можно плавать, включить режим тренировок в бассейне и свободно плавать. А вот погружаться не советую, потому что могут быть проблемы. Плавать можно, погружаться нельзя. Аккумулятор здесь емкостью 450 мАч. И производитель заявляет, что часы смогут продержаться до 12 дней. С включенным GPS до 35 часов, но в среднем при обычном использовании 6-7 дней. С включенным мониторингом сердцебиения, какого-нибудь кислорода в крови и, естественно, с режимами тренировок. В целом, часы приятные, сделаны качественно. И есть крутые функции, которые выделяют их среди остальных. Например, процесс сопряжения, то, что я могу на любой смартфон, если у меня меняется смартфон, я просто устанавливаю приложение и спокойно нажимаю там просто подключиться, и все, у меня ничего не теряется. Я просто перехожу с одного девайса на другой. Мне не нужно полностью переподключать и полностью перенастраивать устройство. Это прям, ну, это для меня, понимаете? Я часто этим занимаюсь, и для меня это просто вау. Потому что приходится сидеть и перенастраивать. А вот чего здесь хочется, это NFC для оплаты. Также хочется отправлять голосовые сообщения, иметь возможность принимать голосовые сообщения и отвечать на эти голосовые сообщения тоже голосовыми сообщениями. Но, к сожалению, пока что часы не могут предоставить этого. И вот, на мой взгляд, это как раз-таки та грань, когда ты понимаешь, что у тебя, умный браслет или все-таки умные часы. И мне кажется, что умные часы дают возможность устанавливать сторонние приложения, такие как Telegram, WhatsApp, я не знаю, Instagram, что там нужно, я камера здесь нет, что ты там по Instagram будешь листать, что я несу-то вообще. Так что, на мой взгляд, мне часы визуально очень понравились. Мне нравится, как отрисована оболочка, мне нравятся они сами визуально, мне нравятся они тактильно. Но есть косяки, которые нужно дорабатывать. И, ну, ребят, не за 16 тысяч. В общем, как-то так. Пиши в комментариях, что думаешь по поводу этих часов. Участвуй в розыгрыше, выигрывай, и ты сможешь с них звонить. Ты можешь фиксировать свои тренировки и также плавать у них. Отличные часы. Участвуй. Пока. Ставьте лайк. Это была пародия на одного... На Илюшку, короче. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok